МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Сквер в благодарность. Новый сквер педагогический торжественно открыли на улице Кошурникова в честь людей благородной, незаменимой и часто недоцененной профессии, заявили организаторы. Накормить, вылечить и приласкать. В первом городском приюте для бездомных животных содержится более 400 собак и кошек, многие из них инвалиды. Волонтеры объявили о начале акции в поддержку обитателей приюта. Как можно помочь четвероногим друзьям? С неба по канату. В Новосибирске прошли учения спецназа по десантированию без парашюта. В них приняли участие подразделения ОМОН и СОБРа Сибирского округа войск Росгвардии. А теперь подробнее об этих и других темах. Необычный подарок для учителей сделали в Дзержинском районе нашего города, а заодно порадовали местных жителей. Почему новое зелененное пространство на улице Кошурникова посвятили педагогам и что думают по его поводу жильцы окрестных домов, узнал Василий Акимов. В Новосибирске появилось новое общественное пространство – сквер Учительский. Он занимает порядка 2000 квадратных метров территории рядом с домом на улице Кошурникова. На средства депутатского фонда и на какую-то часть собственных средств мы сделали планировку этого сквера, оплатили работы подрядчиков, привлекли бизнес для того, чтобы в том числе тоже помог с озеленением этого пространства. Ну и вот на выходе вы видите то, что получилось. Местные жители уже по достоинству оценили новый сквер, хоть призывают не останавливаться на достигнутом. Хотелось бы, конечно, чтобы увеличилась еще площадка какими-то элементами детскими, чтобы дети подольше задерживались здесь. Сергей Михайлович живет здесь уже 55 лет, закончил местную школу и до сих пор помнит имена своих учителей. В свое время был у нас директор школы Юрий Савельевич Кашин и мой школьный руководитель Кицкала Валентина Ивановна. То есть сейчас уже людей этих нет, к сожалению, в живых. Когда-то профессия учителя была весьма уважаемой в обществе. С тех пор многое изменилось. И сегодня престиж этой непростой профессии еще только восстанавливается. Работать приходится и с детьми, и с их родителями. Прежде всего, я так думаю, что именно в современных реалиях это менталитет родителей и, естественно, менталитет современных детей. Очень сложно учителю работать, вот, как сказать, формировать мировоззрение правильное, гражданственность правильную, гражданскую позицию, патриотизм гораздо сложнее стало реализовать. Наверное, вряд ли сам по себе учительский сквер способен повлиять на престиж профессии педагога. Скорее, это просто сила того, что сегодня в нашем обществе происходят большие трансформации, связанные с формированием нравственных ориентиров. А еще, просто хорошее место для отдыха жителей всех близлежащих домов, в которых появился повод, прогуливая здесь, вспомнить своих любимых учителей и школьные годы. Чтобы вовремя доставить какое-либо спецподразделение Росгвардии к месту выполнения служебно-боевой задачи, иногда приходится использовать вертолет. Но воздушное судно не везде может совершить посадку, поэтому бойцы используют беспарашютное десантирование. Именно такая тренировка прошла у сибирских отрядов ОМОН и СОБРа. На ней побывала наша съемочная группа. В учебном сборе, который проходит и в Новосибирске на аэродроме «Гвардейский», участвуют сотрудники подразделений полиции специального назначения Сибирского округа Росгвардии. Задача – отработать беспарашютное десантирование, а также дальнейшие действия бойцов ОМОН и СОБРа на земле. В рамках сбора отрабатываем взаимодействие с авиацией при выполнении служебно-боевых задач. При отсутствии подготовленной площадки для посадки вертолета отрабатываем беспарашютное десантирование. Беспарашютное десантирование. При беспарашютном десантировании может использоваться альпинистское снаряжение, устройство для скоростного спуска канаты. Кроме того, в рамках сбора отрабатываем эвакуационные мероприятия группы после выполнения служебно-боевых задач. В каждой группе, помимо десантников, есть выпускающий. Это боец, отвечающий за беспарашютное десантирование из вертолета. Он следит за обстановкой на земле, работой десантников и согласует все действия с экипажем воздушного судна. Допустим, десантирование на лес, да, то мы должны примерно посчитать. Средняя высота деревьев, к примеру, 25 метров, плюс у нас уходит на монтаж несколько метров, плюс на земле должно несколько метров быть, плюс безопасная работа высота воздушного судна над препятствием минус примерно 15 метров. Соответственно, складываем, 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 у нас получается, ну, к примеру, высота там 35 метров. То есть выпускающий все это должен знать, понимать, рассчитать, командиру воздушного судна сказать. И, как обычно, при обучении, которое проходит в условиях, приближенных к боевым, особое внимание уделяется вопросам безопасности, подготовке экипировки и снаряжения к применению, а также правилам монтажа десантного оборудования на вертолет. Каждый десантник, каждый выпускающий должен знать правила поведения на борту, на аэродроме, правила десантирования, правила выпуска десантников. То есть только знания своих обязанностей и постоянные тренировки достигают, позволяют достичь именно безопасности в десантировании. Такие тренировки в спецподразделениях проходят регулярно. Но, говорят бойцы, им и в работе приходится довольно часто применять эти знания и умения. Вот эти действия, все, которые сегодня мы отрабатываем, они ничем не отличаются от реальной практики. То есть тут все так, как на боевом, все то же самое. Для этого и нужно отрабатывать, чтобы в момент Х, именно тот момент, когда нужно будет отработать, действовать, чтобы мы уже сделали все правильно, слаженно. И, как мы знаем, от правильности и слаженности действий бойцов в спецподразделении зачастую зависят чьи-то жизни. Так что надпись на нашивке инструктора «Пот экономит кровь» в данном случае вполне справедливое высказывание. Задержан при попытке покинуть страну. Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Толмачева не дали улететь жителю Новосибирска, который подозревается в организации лаборатории по производству синтетического наркотика. Подробности далее. Историю про то, как транспортные полицейские накрыли в Новосибирске подпольную лабораторию, в которой производство мефедрона была поставлена на поток, мы уже рассказывали. В дачном доме, принадлежащем одному из задержанных, в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли около полукилограмма мефедрона, 28 однотипных литровых полимерных канистр, 6 ящиков с реактивами, а также свертки с веществом растительного происхождения и характерным запахом конопли. Кроме того, в потайной комнате на втором этаже дома находилось более 50 единиц лабораторного оборудования. Тогда же арестовали и двоих подельников. А вот главный организатор преступного бизнеса от правоохранителей скрылся. Но, как видим, ненадолго. Мужчину задержали в аэропорту Толмачеву при попытке покинуть страну. Свою вину неудавшийся путешественник признавать не стал. Понимаете, в чем вы подозреваетесь? Кто-то из ваших знакомых находит сейчас под следствием? Да. Кто и за что? За 228-й. Ну а почему вас тогда сегодня задержали? Я не без понятия не знаю. Следователи этому гражданину уже предъявили обвинение. А суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Так что теперь уже всем троим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Ожидают суда подпольные лаборанты в следственном изоляторе. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В Новосибирске местная жительница на приусадебном участке обнаружила предмет, внешне похожий на крупный боеприпас. Информация об этом поступила в Управлении Росгвардии по Новосибирской области. О том, какие пришлось предпринимать действия для безопасного извлечения находки, далее в нашем репортаже. Опасную и неожиданную находку сделала жительница Новосибирска в огороде собственного дома на улице Зоологической в советском районе города. С чем-то спутать артиллерийский снаряд в наше время вряд ли кто сможет, вот и женщина, не раздумывая, сразу сообщила об этом туда, куда надо. На место незамедлительно была направлена группа разминирования ОМОН, Сибирь, Управление Росгвардии по Новосибирской области. В ходе осмотра взрывотехники установили, что перед ними артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. С соблюдением мер предосторожности данный боеприпас, взрывоопасный предмет был вывезен на специализированный полигон. Действительно, это хорошо, что специалисты взрывотехники пришли к выводу, что боеприпас можно транспортировать, иначе его пришлось бы ликвидировать каким-то другим способом или взрывать на месте. Но все прошло так, как надо. Артиллерийский осколочно-фугасный снаряд со взрывателем уничтожили путем его подрыва накладным зарядом. Никто не пострадал. А откуда взялся снаряд на огороде, точно сказать никто не может. Помочь тем, кто сам не может обратиться за помощью. Новосибирские начали собирать гуманитарную помощь для первого городского приюта. Что можно принести для бездомных кошек и собак, а также готовы ли новосибирцы помогать друзьям человека, расскажем в следующем сюжете. В молодежном центре «Зодиак» на Ватутино-17 в Ленинском районе начали собирать гуманитарную помощь для бездомных кошек и собак. Хотя, наверное, уже не для совсем бездомных, просто находящихся в поиске новых хозяев. Эта акция для центра не новая. Совместно с первым городским приютом они собирали корм и другие вещи для друзей человека уже несколько раз. Очень многие нам звонят, люди готовы привозить вообще прям грузовиками. Многие предлагают свою помощь там и отвезти, например. В цифрах, в объемах не скажу, но мы каждый раз акцию, когда проводим, мы газель заказываем, минимум газель, чтобы отвезти отсюда в приют. Как сообщили в приюте, животные нуждаются в сухих и влажных кормах, поводках и ошейниках, лекарствах от ушного клеща. Также можно привезти противопаразитарные ошейники, вакцины для кошек и собак, стерильные послеоперационные бандажи, пеленки, овсяные хлопья, лопаты для уборки снега, миски, чистящие средства. Всегда нужен корм, конечно, потому что животные хотят есть. Всегда очень нужны ошейники, потому что с животными постоянно гуляют, они быстро изнашиваются. Всегда нужны какие-то утеплители, так как у нас 9 месяцев в году холодно, как правило, поэтому утепляют будки, там им всем, чем можно. Поэтому вот это, наверное, самое основное. Ну и лекарства, конечно. Совсем не обязательно покупать что-то новое. Если у вас есть ненужное постельное белье, полотенце, одеяло, ковры, все это очень пригодится приюту. Главное условие – оно должно быть чистое. К слову, иногда даже не совсем прямая помощь помогает бездомным животным, говорят организаторы акции. Так приятно было однажды мы, когда приехали в приют привозить очередную партию собранного, мы увидели, что один из вольеров построен на средства, собранные с акции по сбору крышечек. То есть такой круговорот добра, в общем, такой замыкается. Так что можно помогать разными способами. Первый городской приют заботится о 270 собаках и 130 кошках. 60 потопечных – инвалиды. Сбор необходимых вещей продлится до 31 октября. Пункт приема находится в молодежном центре «Зодиак» на Ватутино, 17. Телефон для справок вы видите на своих экранах. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.ensk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok